Яйца мои взорвали, лаванду взорвали, скотобаза вот эта, ну, тренер ей и Танечка. Но неужели они думали, что мы просто так это все оставим? Естественно, нет. Руки чесались достать лом и шандарахнуть куда-то там, мы ворвались в хату к Танечке. Тренера, да, не оказалось дома, а Танечка принимала душ. Вода шумела, и она не распознала мой голос. Она думала, что это вернулся тренерочек. Потом она заставила меня немножко ей спинку помыть, сказала еще ниже, потом еще ниже, потом еще ниже. Я мыл так низко ей спинку, как только мог, Катя даже ревновать немножко начала. Но ничего, Катя потом нашла кейс в мусорке, в котором был миллиончик российских рубликов. Мы не стали долго думать, как бы жизнь-то они нам испортили, и кейс мы и немножко староты взяли. Развернулись и учесали пятками. Ну, недалеко учесали, потому что как только мы начали выходить с подъезда, перед нами стоял Геннадий Петрович и его общипанная курица-жена. А как мы все знаем, этот лямчик не тренера, не наш, а Геннадия Петровича. И что мы будем дальше с Катей делать, узнаем в этой серии. Геннадий Петрович, позвольте, у меня там бизнес, деньги, вот это все мутится, крутится, позвольте пройти. Бабосики крутятся, лавэха мутится, а вот у нас там хоть и как бы изгорел бизнес, но все же. Давай, пошли, пошли, будьте свидетелями, я сегодня без бабок отсюда не уйду. Какими свидетелями вообще вы, а о чем? У меня там яйца и лаванда. Не трогайте, у них вот этот охранники вообще контуженные просто. Все, ладно, стою. Ты смотри, что она тебе пишет, говорит, курица общипанная. Я курица общипанная? Слушай, я тебе последний раз маникюр делала, поняла? Последний раз. Как бы да, у тебя же лаванда сгорела, поэтому больше ты маникюр в этой жизни делаешь. А, ну да, кстати, да. Да, 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 все, пошли, пошли, пошли. Да все, идем, идем, идем. Да хватит толкаться! Руки не распускаем, молодые люди. Пошли, пошли. Ну, побудем свидетелями немножко, побудем там... Чего они хотят от нас? Я не знаю, какими-то, чтобы мы свидетелями были, я не знаю. Я готова быть свидетелем только на чьей-то свадьбе, все. Будешь свидетелем потом на чьей-то свадьбе, а сегодня будешь свидетелем, чтобы Геннадий Петрович бабки забрал, я не знаю. Слушайте, Геннадий Петрович, подойдите, пожалуйста, качите сюда. Геннадий Петрович, мы честно, мы вообще в душе просто не чаем, что здесь происходит. Вообще не чаем, нет. не чай не чаем и не чай мы просто мимо здесь проходили мы никакие свидетели даже не годимся посмотрите на него посмотрите что это сейчас поможете мне мои бабосики забрать и можете сваливать куда хотите какие бабосики позвольте ну если у нас другого варианта нет то тогда мы готовы помочь тогда ладно не нужно с трением разобраться я знаю что с ним тоже враги как сказать враги это мягко еще сказано в районном ой здрасте здрасте забор покрасьте пройдемте пройдемте танечка вы бы лучше сматывались как можно сказать домой да давайте 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 катюха давай за мной свидетели так свидетели курица быстро из-за тебя с проблемой будут что у меня что у катю что всех остальных метелки тоже будут проблемы у всех будут проблемы кто здесь находится в этой комнате в этой хате так что что все мы сверили мы вот танечка вот метла все спасибо до свидания иди лучше сюда не доводи до грехов стою стою танечка где мои бабосики ой геннадий петрович мы не успели их собрать она не успела их собрать смысла не успела собрать геннадий петрович спрашивает мы короче переводчики с русского на да 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 мы переводим с криминального на в другой криминальный босс позвольте мне если разобраться разобраться босс позвольте ему с ней разобраться разбираетесь вас позвольте разобраться боссу с вами да позволяю давайте вот только вот без рукоприкладство ладно вы там разбирайтесь мы будем тут свидетельствовать вот эту метлу его двери катите снежаночка знаете что я вам хочу сказать вам это платье не идет вообще даже не хотелось просто сказать чтобы разбавить обстановку бабло на бочку где твой муженек скрылся сбежал разборки у нас в предыдущей серии старты взяли кейс если тебе интересно как мы украли миллион рубайсика всего лишь так нашли мусор на баке это было очень просто вот тыкни пожалуйста эту подсказочку чтобы не пропустить самое важное что у нас происходит в этом сезоне что нам кстати да мы вообще-то хотели его взять и улететь отсюда нафиг почему бы до сих пор еще вот здесь же по сливке в этой у меня ты спрашиваешь почему мы до сих пор в этой же по сливке я спрашиваю почему грабитель в свадебном платье с бабулька сейчас прячется в ванне вот эти огурчики с кефирчиком лишние были срачка передачка настигла внезапно я сейчас приду быстрее заходи сюда я вообще не поняла вы что не сделаете здравствуйте ехали папа вы еще чё тут забыли а еще хочу по секрету сказать очень даже да так в гости пришли танечку наведать ты чё мне тут лапшу на уши вешаешь какую танечку наведать а давайте рассказать я имитирую имитирую ой живот болит потише имитируй пожалуйста а вы тут что делаете а мы тут что делаем а мы что-то делали петрович запряг нас тут хочешь чтобы мы какими-то свидетелями на его свадьбе были короче короче я так понимаю он пришел за бабками которые мы сейчас украли которые украли танечка с тренером мы мы никакие бабки не крали ты вообще понимаешь что мы в этой ванне не одни тут еще двое людей а вот эти вот вот на его свадьбе я буду свидетель вот она и на твоей свадьбе грабитель с бабулькой она будет я тоже не знаю не ну как бы любви возраст и покорный я не знаю сколько бабки лет 80 нет хорошо хорошо ладно если уже спалилась значит будем договаривать до конца грабитель тут на помощь небольшая нужна как бы танечка с тренером они обманывают геннадия петровича с подожди еще и катя там лишнего заточила у кати вообще там перьер 69 уровня лучше вы сюда не подходите разбирайтесь там станечкой только себя и не бейте да 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 сюда лучше не заходить вообще год наверное да короче грабитель если мы уже я выгнете не их а вот этого петровича труда вича деньги вот его день ядрить меня в радикулит ними влив ни в немножко и радикулит не дритви притры в принципе ну далее это же столько капусты миллион рублей этого примерно как вот как милию вот видите уже последraph ну примерно даже по сливку можно одну лямчик купить этот лям тренер станечкой задолжали геннадию петровича только проблема в том то что что они не хотели возвращать этот лям Геннадию Петровичу. А что они хотели? Да-да. По идее, этот лям сейчас должен лежать вот в этой мусорке. И Танечка отнекивается. А этот лям сейчас сперли мы. Вот-вот-вот этот лямчик. Он у нас! Вот он. Вот он. Лям рублей у меня в кейсе. И что делать? Мы отсюда не сможем выйти 100% просто так. У тебя есть план? Ну давай, Гори. Валяй. Потому что вряд ли мы сейчас можем отсюда выйти с лямчиком в кармане и то, что Геннадий Петрович нас отпустит. А Танечка 100% расколется рано или поздно то, что, ну... Да-да-да. Она пойдет сюда, откроет вот эту мусорку и так, хоп. А лямчика там, а лямчика нет. Ну давай рассказывай быстрее. Ну, вы должны быть чистые перед Геннадием Петровичем. Ну, это верно, это верно. Иначе он нам тоже бошки оторвет. Ну, в принципе, да. Ну, а что ты предлагаешь тогда? Вы отдадите бабки ему, я украду, а потом поделим. Что-то какая-то слишком запутанная многодолго. Опять что-то пошло вот по криминальной дорожке. У вас здесь в Жапасливке все только криминалом, да, решается, как мы понимаем? Слышь, говорят, летите куда хотите, у нас же еще билеты спертые есть. А, у нас же реально два билета на самолет Жапасливка Таиланд. Слушай, а как поделим? 50 на 50? То есть по 25% каждому получается, да? 250? По 50. Ну, в смысле, 25 бабули, 25 грабителей, 25 людей, 25... А-а-а-а. Давай не выпендривайся, у нас как бы лям сейчас они у тебя. Ладно. Все, давай тогда по рукам. А, ладно. Тогда ты... Я уже в жаргончик куда подобралась. Тогда вы здесь сидите, шума даже не издавайте, но на самом деле спрятались бы вы куда-то в другое место, потому что здесь видно просто не могу. Все, пошли. Давай, давай, выходи, выходи, выходи. О, есть у кого-нибудь активированный уголь? Э, эспумизанчик, эспумизанчик, а нет, Катю прорвало просто по-дикому, как будто бобра съела. Все краны вообще прохудились, все гайки пооткручивались. Бля, ты реально уже прям жаргон какой выучил. Геннадий Петрович, я знаю, где ваши деньги. Отойди от тебя, воняй. О, смешно. Я знаю, где ваши деньги, Геннадий Петрович. Да, мы знаем, где ваши деньги, Геннадий Петрович. В прямом смысле, мы знаем, где ваши деньги, Геннадий Петрович. Мы, мы вон там сейчас срачку-пердячку устроили, я вот в мусорку залезла, там, ну, по делам, кстати, а там кейс. А, она вам врет, эта Танечка, она вам врет. А, вот смотри, я только что в кейс, в этом мусорке с Катей мы нашли кейс, в котором лям рублей. Это же ваш? Не ваши, случайно? Это все вранье от клевета. Ты что там отмазываешься? Откуда у тебя тогда лям рублей в этом мусорке был, а? То есть, они собрали бабки, мне не сказали, так еще и хотели с ними смыться в Таиланд? Да, да, все, все. Да, примерно так и есть. Все верно. Да хватит там оправдываться уже, Танечка, твои бабки были. То есть, смотрите, Геннадий Петрович, они продали не кенгуру за лям рублей. Не кенгуру продали, а вот спортивный зал свой кенгуру. Клуб, ну, в смысле, да, не кенгуру животное, а спортивный клуб, вот это кенгуру. Продали кенгуру за лямчик рублей, вам не сказали, купили билеты в Таиланд. Не хотели смыться. Да, на самом деле, билеты в Таиланд мы не нашли, они где-то в другом месте вот это спрятали, после подожду вас в машине. Так, вот, и вам не сказали то, что они лям заработали? Вот, она буквально 10 минут назад сказала то, что босс, мы вот там, Геннадий Петрович, мы еще деньги не собрали. Да, вот сейчас стоит оправдывается, а что было в твоем, вот в этом сральнике твоем, а? Не миллиончик ли лежал там, а? Ну, тогда возвращайте мои бабки, я вас трогать не буду. Так, если мы врем, Танечка, тогда откуда у меня кейс с лямчиком рублей? М? Откуда? То есть ты считаешь, что мы на лаванге игровых яйцах так сильно поднялись, что у нас лямчик лишний завалялся? Ага, конечно. Это ваши деньги? Так, а что же вы тогда долго-то Геннадию Петровичу не возвращаете, раз это ваши деньги? Хотели смотаться куда-то по-быстренькому? С лямчиком, да, за границу. Все понятно, Танечка. Ну, вот и все, вот мы и разобрались. А что теперь нам делать? Ну, все, мы свидетелями побыли, тогда мы можем уходить, да? Да, приглашайте на свадьбу, если что, там тоже свидетельми побудем. Ну, кстати, да, да, хорошая идея. Да, свидетель вам до любви. А вот с Танечкой и тренером лучше вообще больше никогда не связываться, они обманщики еще те, и вруны, и подлоги. Да-да-да, мы пойдем. И сволочи, на самом деле. Приятно было поздно. А вот и тренер, Са, ты пришел. Смотрите, смотрите, как вовремя. Здравствуйте, тренерочек, вот вы тут дальше разбирайтесь со своим вот этим Геннадием Петровичем. А мы с Катюхой пошли. Пошли, Катюх, не будем ей мешать. Подожди, подожди, мне интересно. А-а-а! Ч-ш-ш-ш, это сейчас кто-то выстреливали, мне показалось. Так, так, ну подождите, ну я все прекрасно понимаю, но стрелять-то в людей зачем? Ну это уже, это... Геннадием Петрович. Я понимаю то, что нам задолжал бабок, но тоже с людьми так нельзя. Ну давайте. Ладно, нам лучше. Пора сваливать. Лучше не видеть. Так, давайте, давайте, вы проходите, проходите по сторонам, лучше не смотрите, давайте. Да, и нюхайте лучше, да. Да, давай курица, давай сваливай. Давай, вали. Милый. Ну, живой и ладно. Да как живой? Потом... Какое последнее желание? Ну, чуть-чуть. Да немножко тебя коцнули, ну в пятку выстрелили, да будешь ты жить. Ал, че ты разнылся-то так? Вроде здоровый мужик сразу ныть-то начал. Ладно, вы тут разбирайтесь. Кать, отвлеки-то вы их. Выходите, выходите. Выходите, сваливайте. Ой, ну подними ты хоть своего муженька-то на кровать-то перевор... Давай, давай, давай. Вообще не хозяйственная никакая. Черт, отвлекай внимание, отвлекай внимание. Да сваливай, ты уже заколебала, ты че как-то? Смотри, вы такие тормозные, я не могу. Давайте быстрее. Я тебя не могу, она стоит просто на месте, даже никуда ничего не делает. Все, давай, сваливай. Так, ждите несколько дней, я вернусь с бабками. Вставай. Да еще, вали. Дурак! Свет. В конце тоннеля случайно произошел. Тренерочек, давайте вставайте, не выпендривайтесь. Вот, видишь, куда скорую, какую скорую? В смысле, вы во всем виноваты. Стоит на ногах. А, ну сразу же. А ну-ка, ну-ка, давайте к балкончику-то подойдем, посмотрим, что там у нас полыхает, а? Не яйца ли наши полыхают? Ну, оно с другой стороны полыхает. Ну, не важно, я просто... Стоит, давай. Это мы виноваты. Если бы вы не обманули Геннадия Петровича с катабаза, если бы вы не подожгли нашу лаванду, и вот это все остальное, ведь ничего бы вот этого не было. Ничего бы не было. Вот именно. И это ты еще раз... Дайте. Че? Красивое колечко. Держи. А зачем ты вернула? Да нахрен оно мне нужно. Ненавидит она нас. Ну и все, до свидания. Все, пойдем. Все, пойдем. Мы ничего не делали с лавандой. Да, 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 конечно. Слушай! Усы еще не отросли, чтобы так сильно врать. В смысле вы ничего не делали с лавандой? Мы воспалили то, что это ты выбегал с лаванды, то, что это ты ее поджог и взорвал. Правда. Конечно, правда. Идите в задницу. Да хватит меня. Будьте в задницу, я сказал. У меня есть брат-близнец. Ты там... Минус уши. Брат-близнец у него есть. А, конечно. Да все, мы уходим, уходим. Значит, не... Да, хватит уже. Иди домой. Там муженек у тебя умирает. А ты на меня внимание свое сосредотачиваешь. Вот умрет-то там. И жалеть-то опять будешь, да? Ага. Ну все, до свидания. Кать, ты где? Я на улице. Слышь, что удумала? Горит то, что это мы во всем виноваты. То есть вот в этом мы тоже, да, виноваты? То, что вся наша жизнь полыхает просто сейчас, да? Может, мы уже потушим? Ничего, какая разница. Потушим и потушим. Что? Что с этого будет? Да, не знаю. Просто уже неделю горит. Ну пускай горит себе. Так, ну смотри. Транспорт у нас есть? Есть. Если грабитель нас не обманет, значит он старотыбзит вот этот лямчик у Геннадия Петровича. И потом все же мы реально поделим по 25%. Получается, у нас пол ляма и у них пол ляма. И на эти пол ляма, как бы, не лям, пол ляма все же. Но мне кажется, на эти пол ляма с этими билетиками в Таиланд 100% можно свалить. И надолго. И жить там кайфовать просто. Кстати, да, я бы себе там, в Таиланде, бы открыла салон. А как будет на Таиландском игровые яйца? Антихуяу еще я. Антихуяу, хуяу, да? Ну, наверное. Что нам дальше делать-то? Ждать. Ждать? Ждать, пока грабитель вернется и назначит нам встречу с миллиончиком в кейсе. Если назначит. Если назначит. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!